Добрый день. США, целью визита которого было именно договориться о продолжении переговорного процесса в Вашингтоне. По мнению ряда экспертов, на этой Алиева подстрекает Москва. Ваша оценка ситуации? Во-первых, я бы не стал бы так однозначно утверждать, что Алиев не принял Луиса Боно. Я не думаю, что Луис Боно вообще собирался ехать в Баку. Во всяком случае, об этом говорит то состояние отношений между Вашингтоном и Баку, которое там есть после последнего визита помощника госсекретаря США в Баку. И того ультиматова, который он поставил перед Алиевом, согласно которому Алиев должен как минимум, максимум до 31 января дать ответ на американские предложения, поехать в Брюссель или Вашингтон и подписать мирное соглашение, в котором будут содержаться предпосылки к миру, а не предпосылки к очередной войне. Поскольку алиевское толкование документа, азербайджанское толкование документа, это предпосылки к очередной войне, а не предпосылки к миру. Да, я действительно считаю, я согласен с теми коллегами, которые это говорят, что Алиева подталкивает к подобной бескомпромиссности, в первую очередь Путин. Когда мы говорим Россию, мы понимаем Путин, говорим Азербайджан, понимаем Алиев. И действительно, просто потому, что России невыгодно, чтобы в регионе был мир, ну это уже знают все, с 1991 года Россия ведет подобную политику, и Россия сдала Нагорный Карабах, сдала самое пророссийское общество на территории всего постсоветского пространства, превратила его в предметы и объекты этнической чистки, чтобы взамен оставаться в Азербайджане. И мы видим, что это так. В противном случае возникает вопрос, что делает российская военная база в Азербайджане, если там нет людей, которые хотя бы номинально она должна защищать, в то время как все понимают, что эти функции Россия никогда не выполняла, поэтому я называю этот контингент не миротворцами, а российской военной базой. Я могу предполагать, что если ситуация не изменится, они останутся там даже после 1925 года. Вот общий анализ, который можно на сегодняшний день. Можно ли считать, что в данном вопросе, хотя бы исходя из того, что мы видим, можно говорить о том, что Азербайджан солидаризируется с Россией? А ему просто не остается никакого иного пути, поскольку в текущей ситуации Азербайджан находится, и лично Алиев находится под западным давлением. Мы видим проблемы в отношениях с Францией, мы видим проблемы в отношениях с США, и Азербайджан должен что-то противопоставить этому давлению. Что он может противопоставить? Только Россию в данном случае, потому что Турция, как мы видим, от этих игр осталась в стороне. Нет ни единого заявления из Анкары касательно США, поскольку после землетрясения на юго-востоке Турции, Азербайджан всецело зависит от западной помощи, от финансовой помощи. МВФ, когда мы говорим о МВФ, мы понимаем, что это США, они уже получили определенный пакет помощи, и сейчас ожидают очередной пакет 18 миллиардов долларов. Без согласия США эта помощь им не светит. Поэтому поддерживать Алиева в его особых разногласиях с Западом на Эрдуван не будет. Остается Россия. И Россия интересна во всем этом, Россия интересна в продолжении конфликта, Россия интересна в том, чтобы в регионе не было мира, чтобы Карабах и армяно-азербайджанские отношения продолжали оставаться в подвешенном состоянии, чтобы посредством всех этих противоречий вытаскивать из огня каштаны чужими руками. Хорошо, в данном случае получается, что настолько прочны позиции России, если Алиев делает расчет на Россию. На что рассчитывает Алиев? Как к этому, ко всему, что заявляет и действует Алиев? По-моему, там они французского шпиона уже человека задержали, назвав его шпионом француза. На что рассчитывает Алиев? На то, что позиции России очень прочные? Он может опереться на Россию в данном случае? Реакция Запада на все, что делает Алиев? Смотря где, позиции России достаточно прочны в Азербайджане. Учитывая, что большая часть азербайджанского народа Россию люто ненавидит, и ненавидела всегда, в то время как у нас это прозрение наступило лишь в последние годы, после того, как Россия подставила нас в ходе 44-дневной войны, потом подставила арцахцев и закрыла глаза на этническую чистку. В Азербайджане это прозрение наступило достаточно давно, еще после Первой Карабахской войны, учитывая ее итоги. Поэтому азербайджане ненавидят Россию, но Алиев вынужден работать с Россией, вынужден работать с Путиным, просто потому что та угроза, которую представляет лично для его режима Путин, в его представлениях, намного превосходит ту угрозу, которую представляет для этого режима США. Они думают, что США, Европа, европейская бюрократия раскачиваются очень долго, и конкретные адресные точечные удары по его режиму навряд ли станут реальностью. Расчет ставится на это. В то время как Путин, как показывает практика, действует достаточно быстро. Во всяком случае, в Азербайджане так считают. Алиев сын генерала КГБ. Алиев человек, который окончил ему. Он наш человек. Он прекрасно понимает, что это значит, и что это может обернуться ему лично, если он пойдет против Путина сейчас. Вот и вся логика. Я бы попросила ваш комментарий на вот эти заявления, предвыборные, конечно, все это надо так... Всем понятно, что у Алиева сейчас идет предвыборный период, у него заявление. Но вот заявление, касающееся карт. Вот он говорит, Армения, во-первых, Армения не единственная страна, которая хочет взять за основу карты после 1970 года, говорит Алиев, и мы никогда на это не согласимся. Наши земли были переданы Армении до 1970-х годов. Что имеет в виду Алиев, говоря, что наши земли были переданы до 1970-го года? Я имел возможность говорить в вашем эфире, у вас в гостях, что Алиев — это человек, который также не хочет мира, который совершенно не заинтересован в установлении мира с Арменией, поскольку от этого зависит вся суть и реалии существования его калиптократического режима. Я повторю это снова. Теперь отвечаю на ваш вопрос конкретно. Представление Алиева о территориальной целостности Армении и Азербайджана относят нас к 1918 году, к Первой республике. Я практически уверен, что Алиев намерен в будущем проталкивать идею о том, что территориальная целостность Армении, которую они готовы в конечном итоге признать, это 9 тысяч квадратных километров. Это первая республика в самом ее усеченном виде. Вот его цель. Азербайджан считает и провозглашает себя правоприемником Первой республики Азербайджанской. Демократической. Да, они не считают себя преемниками Советского Азербайджана. Хотя в вопросе тех же анклавов почему-то апеллируют к этим картам и апеллируют к территории Советского Азербайджана. То есть те приобретения, которые они получили благодаря Сталину, они принимают. Но все, что касается территории Республики Армения, они апеллируют к Первой республике. В таком случае, по той же самой логике, в кавычках, мы можем апеллировать, как это делают наши некоторые политики, к решению Вудера и Вильсона. К Северскому договору, например. Но мы же этого не делаем. Но вот Азербайджан пытается это делать. И это не шутки. Алиев, чего хочет Алиев? Он хочет сейчас подписать мирный договор, в котором не будет никаких обязательств лично для него. Будет общая формулировка. Азербайджан и Армения признают территориальную целостность друг друга. Очень хорошо. Нигде не будет отмечена, какая это территориальная целостность, в рамках каких границ. И не будет вот этих самых 29,8 и 86,6. Это основной принцип. То есть подписав этот договор, Армения не получает ровно ничего. Алиев получает возможность передышки, получает возможность отвязаться от Запада, от давления Запада, от давления США, переждать, надеясь на победу Трампа в ноябре на выборах в США, и потом развязать очередной конфликт и заявить в самом последнем случае, что мы не считаем текущую территорию Армении, которая есть, это не территория Армении. Что может вас препятствовать этому течению? Два обстоятельства. Первое. Перестройка, тотальная перестройка внутри Армении. Перестройка армии. Отказ от советской армии, которая все еще продолжает у нас, к великому сожалению, армии советского типа. Армии советского образца, в которой армяне убивают друг друга на постах из-за дедовщины, из-за неуставных отношений, из-за прочих порочных явлений, от которых давно пора избавиться. Усиление внутри Армении, закупка новых вооружений, превращение армии в армию натовского образца. Если даже для этого понадобится внешнее управление, я глубоко убежден, что в сегодняшних наших реалиях вот эти вот дармояды, которые сидят у нас в Министерстве обороны, все эти паркетные генералы, они сделать такие реформы не способны осуществить, просто потому, что им это не нужно. Говоря о внешнем управлении, что вы имеете? Нужен американский генерал, нужен французский генерал, который будет командовать всеми этими дармоядами. Я говорю, это не от хорошей жизни. Россия бдительно следит за всеми этими процессами. Россия может следить за чем угодно. Если мы согласны подарить свою государственность Азербайджану России и Турции, то это другой вопрос. Если мы намерены отстаивать свои права, отстаивать свое право жить на своей собственной родине так, как мы этого хотим, а не так, как хочет Путин Алиев Эрдован, то мы должны пойти на эти меры. Это раз. Второе, самый необходимый фактор, это создание, не восстановление, а создание принципиально нового баланса сил в нашем регионе. И это должно быть нашей инициативой. Компонента, любая безопасность любого государства состоит из двух компонентов. Это внутреннее, то, о чем я только что говорил, и внешнее. Без баланса сил не может существовать ни одно государство. Внутренний баланс сил, что вы имеете в виду? Восстановление армии. Нормальная армия, строительство армии. Не восстановление, а то, что у нас было в 2020 году. Вы сказали создание. Создание, да, создание. Как бы с нуля. Да, и создание нового баланса сил. Что значит новый баланс сил? Мы должны привести в регион нового игрока. Мы это должны сделать, у нас нет другого выхода. Если есть возможность, нескольких игроков. Кого вы имеете в виду? США, Франция, Евросоюз, я не думаю, что способен на это. Если будет возможность, Индия. Любое государство, у которого у нас общие враги и общая цель. Любое государство. Мы должны это сделать, не взирая ни на какую Россию, ни на какой Иран. Потому что сегодня в регионе нет баланса сил. Сегодня есть триада. Турция, Азербайджан, Россия. Есть Армения. Старания. И интересы Израиля также не надо скидывать. Да, наверное, со счетов. Конечно, конечно. Но интересы Израиля... Или они, Алиев, умело пользуются этими интересами? Если сегодня... Сегодня у нас ситуация такова. Ситуация такова. Хотя я чрезвычайно осторожно подхожу к этому вопросу. Что если понадобится, мы должны даже пренебречь интересами Ирана. Но привести этого нового игрока в регион. У нас нет альтернативы. Потому что Иран всего лишь стоит в стороне и наблюдает со всем этим. Нет, почему? Он время от времени высказывается. Высказывается, но действий конкретных нет. У меня нет никакой уверенности, что завтра, если азербайджанцы, русские и турки полезут в Сюник, Иран что-то сделает помимо военных учений и заявлений. Вот в чем вопрос. Нам нужно реальное присутствие здесь третьей силы. Вопреки заслону России, если так можно выразить, заслон, я говорю, бдительно следит Россия. Армения в случае, если даже Армения решит пойти на то, что вы говорите, нового игрока привлечь, новых союзников займеть. Удастся ли Армении это сделать? Захочет сама Армения пойти на такой шаг? Нет ответа на ваш вопрос, потому что я не знаю, что творится в голове нашего руководства. Судя по тому, что мы видим, хотя бы. Судя по тому, что мы видим, они предпочитают продолжать зарываться головой в песок, проводить старую сильную политику, выжидать непонятно чего. А время идет в пользу или во вред нам? Конечно, во вред. Сегодня время идет нам во вред. Мы продолжаем, посмотрите, что у нас происходит. Мы с замиранием сердца ждем выборов в США. Что там будет? Байден останется или придет Трамп? Мы должны сделать так, чтобы итоги этих выборов нас уже не волновали. У нас должны быть в США конкретные отношения, задокументированные в виде договоров конкретных. Чем мы хуже соседней Грузии? Почему США пошли с Грузией на подписание такого договора, а с нами не пойдут? Это все элементарно и логично. Если у нас будут такие договоры, не только с США, США с Индией. Индия сегодня это крупнейший игрок, у которого общие враги Азербайджан, Пакистан, Турция. Почему Армения не решается пойти на такие резкие шаги? Мне кажется, что будет правильно, если вы адресуете этот вопрос кому-нибудь из правящей силы. Но мне кажется, что здесь есть фобии. Понимаете, мы, армянское общество в целом, это не присуще одной власти к великому. К сожалению, продолжает оставаться в плену фобий, мифов, ложных нарративов, которые нам навязала на протяжении последних нескольких столетий российская пропаганда, советская пропаганда. Алиев говорит, нам не нужны никакие гаранты. К чему ведет Алиев? К тому, что в Армении Азербайджан остались лицом к лицу наедине. И они своей подавляющей още нас раздавили. К чему? Коще ни к чему. То есть, а вы считаете, что для Алиева, Алиев вот все это время использовал для того, чтобы воздействовать или как-то оказать давление на волю премьер-министра Армении, сейчас у него это есть. Он уже добился этого и спокойно... Нет, он этого не добился. Пожалуйста. Если бы он этого добился, мирный договор уже был подписан, мы бы сдали бы им анклавы, так называемые. И он бы не шантажировал Армению, говоря, что вот сейчас мы, если он Зангизурский коридор, они не откроют, мы им вообще все закроем. Ну, конечно, конечно. Во-первых, надо отметить, что если бы у Алиева была возможность напасть на Армению и захватить коридор силы, он бы сделал это давно. Более того, они к этому готовились в начале октября. Реально готовились. И лишь вмешательство США, то есть Алиеву вправили мозги соответствующим образом, лишь это предотвратило. Но он сейчас говорит, они ни США, ни Франция, мне не указ. Не указ, но тем не менее нападать он не будет. Он пытается продолжать на нас давить, они будут продолжать стрелять. В широкомасштабной войне не будет. Будут опять какие-то акции, убийства, я это называю убийства. Будут продолжать пытаться воздействовать на нас посредством России. И всеми этими заявлениями МАШ, вот этих Захаровых, Лавровых и так далее, и так далее. И будет продолжаться эта политика, вот это вот давление. Периодически из Турции будут идти какие-то месседжи, что мы готовы к тому всему. Мы готовы открыть границу, вы отдайте нам коридор и так далее. Пока что вот так. Я вижу это вот так. Подписывать мирный договор, в котором будет реальный мир, Алиев не будет. Потому что он чересчур задрал ставки. И все, что он говорил во время этого интервью, это их реальная позиция. По сути, он опубликовал содержание Азербайджанского мирного договора. То, что мы не знали до сегодняшнего дня, он открыто сказал. Вот эти предложения, которые они присылают в Ереван, там написано все вот это. Это то, что вот он сказал. Он ничего не преувеличивает. И нам остается либо менять всю систему безопасности в регионе, идти на радикальные шаги, о которых я говорю, либо выжидать собственного конца. Поскольку время не играет в нашу пользу. И завтра, если мы будем продолжать сидеть и ждать непонятно чего, и в США придут класть республиканцы, и Трамп со своим изоляционизмом, очень возможно, что Азербайджанская армия захватит Сюник. Они на это способны при поддержке России. Тем более Россия активно, обширно представлена в Сюникском регионе. Вся российские флаги. Просто надо будет всего лишь отойти назад, и азербайджанцы придут на их позиции. Как это до сих пор делалось. Да, да, конечно. И я хочу особо отметить, напомнить всем, кто об этом не помнит, что русские появились в Сюнике, на тех местах, о которых я сейчас говорю, в период правления Николы Пашинина. То этого их там не было. Они были только на иранской границе. А сейчас они везде. Когда ты едешь в Мерри из Еревана, в 10-15 местах развиваются российские флаги. Ставят какие-то будки, и там российские флаги. Отличевание там. Но того, что в случае необходимости в очередной раз пойти на сделку с Алиевым и продать, сдать ему нашу территорию. Пока что такой возможности нет. Но это не значит, что она не будет завтра. Если он будет продолжать бездействовать и ожидать чуда. Чудес не бывает. Мы много-много-много раз с вами и со всеми другими экспертами просматривали все-таки, что делает Россия. Какой интерес у России, связанный с Арменией и связанный с Азербайджаном. В который раз я опять обращаюсь к вам с этим же вопросом. Чего хочет добиться Россия в вопросе с Арменией? Россия хочет разделить территорию Армении с Турцией. И именно с Турцией. Азербайджан здесь идет как второстепенный фактор. В этой политике основные игроки это Турция и Россия, о которой мы говорим. Они хотят разделить Армении. Они же разделили Нагорный Карабах. Помните, я об этом говорил. Я тогда говорил, что они разделили Нагорный Карабах, но учитывая, что Россия ввязалась в эту идиотскую войну в Украине, из которой конца и края нету и не будет, она постепенно вынуждена сдавать остальное. И она сдаст Нагорный Карабах свою условную часть Азербайджана, так же, как разделила. И это произошло. Теперь я говорю следующий этап. План Лаврова-2 условный. Теперь они хотят разделить территорию Армении. Они хотят создать ситуацию, в которой больше не будет никакого внешнего вмешательства, в которых здесь не будет США, не будет Евросоюза, не будет Ирана, не будет Индии. И они сядут в очередной раз, потолгуются с Алиевым. Он же наш человек. Он же окончил Мгему. И решат, что теперь они сделают территорию Армении. То есть дают сначала им Сюникский коридор, Зангезубский коридор, как они его называют. Медвинскую дорогу. Медвинскую дорогу, потом остальной Сюник, потом туда пройдут азербайджанцы, потом тихо-тихо Россия будет еще в худшем состоянии, она будет продолжать все ухудшаться состояние. А турки же они такие, они сидят и ждут, они выжидают. Когда ты не можешь отрубить руку, надо ее поцеловать. Пока они целуют, завтра отрубят российскую руку. И поглотят остальную Армению. Вот весь расчет. Смотрим Запад. Западные игроки. То, что произошло в Нагорном Карабахе, Запад там выступал с заявлениями, но ничего практически не сделал. Сейчас как будет вести Запад, если вот этот, как вы расписали, будет план Лаврова-2 приведен в исполнение? Смотря кто будет до власти. Если будет Трамп, никак. До выборов вы не считаете, что марш-просок какой-то? А до выборов Валиев не будет прибегать к таким действиям. Он будет ждать, он умеет ждать. Он будет ждать, пока будут выборы. Как только он увидит, что есть соответствующая ситуация, в которой этот, как вы говорите, марш-просок останется для него безнаказанным, он его сделает. Если он будет знать, что ему дадут за это по голове, он никак-то на это не пойдет. Сейчас же он на это не идет. Почему? Потому что он знает, что ему это не позволяют. Ему это позволили в Карабахе. С тем условием, что потом уберет отсюда Россию. А он это не сделал. Откуда обострение отношений между США и Азербайджаном? Что США так волнуется за Карабах или за жертву этнической чистки? Нет. Бедный обманутый Запад? Ну, во всяком случае, Алиев не выполнил собственные обязательства перед Западом. Поскольку у него были обязательства в отношении России, которую он боится больше, чем боится Запада. И сколько времени Запад будет свою вот эту обманутую роль внести? Очень сложный вопрос. Все зависит от того, почему я говорю, что нам нужно ломать статус кво геополитического региона. Нам нужно пойти на все. Я говорю, даже если понадобится, это самая крайняя мера, испортить отношения с Ираном, мы должны на это пойти. Потому что для нас это все носит экзистенциальный характер. Мы должны дать Западу то, чего хочет Запад. Самую большую цену заплатить. Но выйти из этой мышеловки. Как только у нас будут конкретные договорные обязательства, документы США, с Францией, со странами, которые способны это все делать, обеспечить эту безопасность, эту угроза меняется. Вы считаете, что осознание и политическая воля нашего нынешнего руководства позволит сделать то, что вы сейчас рассказали? Я отношусь к этим перспективам достаточно большим пессимизмом. Осознание хотя бы. Политическая воля, может быть, не хватит. Мне кажется, что они осознают эту ситуацию. Если ее осознаю я, я не думаю, что они настолько далеки от реалий, что они не осознают этого всего. Весь вопрос в том, что я не несу ответственности за это. Они несут. И они не хотят брать на себя ответственность. Чем занимались их предшественники? Тем же занимаются и они. Они тянут время в надежде на лучшие времена. Но опять-таки, я хочу повториться еще раз. Чудес в политике не бывает. Есть интересы. Если ты хочешь менять ситуацию, то ты должен идти на риск. Ты должен платить цену. Пока ты не пойдешь на это, тобой будут манипулировать и использовать в собственных интересах. А ты останешься ни с чем. И выйти из состояния жертвы, фобий и мифов. Спасти жертву, которая страдает Стокгольмским синдромом, невозможно. Спасти заложника, у которого уже есть Стокгольмский синдром. А у нашего народа вопрос не только власти. Народа власти. Вы понимаете, наше общество, оно продолжает страдать вот этим синдромом. Наша эта жертвенность, вот эти все глупости, то, чем мы страдаем, что мы думаем, что весь мир обязан нас спасать. От кого спасать, ради чего спасать? Мы сами должны себя спасать. До тех пор, пока у нас не поменяется это восприятие, пока мы не выйдем из образа жертвы, пока мы не превратимся в нацию, из народа, у нас ничего не выйдет. Мы должны работать в этом направлении. У нас нет другого выхода. Потому что в противном случае нам угрожает исчезновение. Исчезновение как государство, как нации. Нации, которые есть еще шансы становиться. Есть шансы на становление. Я не хочу, чтобы мы были народом. Я хочу, чтобы мы были нацией. А единственный путь к тому, чтобы мы стали нацией, это осознание тех проблем, которые мы создаем для себя сами. Вот в чем вопрос. Они это поняли. Вчерашнее интервью Алиева, я очень внимательно его слушал, это осознание того, что необходимости построения нации, пусть это будут даже воины-рабы, но это не кочевники-скотоводы. Он превратил кочевников-скотоводов в воинов-рабов. Почему? Потому что придумал и создал образ врага. Он создал идеологию. Идеологию, построенную на образе армянина. Враг армянин. Почему я говорю, что он не будет от этого отказываться? Потому что он же говорит, мы не должны останавливаться, мы должны идти дальше. Он прямо все сказал. Он сказал все прямо. Мне даже нечего, никаких сомнений нет. Эти люди хотят восстановление Азербайджана в рамках Первой республики. Вот чего они хотят. А если будет возможно и больше. Это идеология, это движение. Он понимает, что для его режима все противоположное будет означать кончину, смерть. Он продолжает править, он хочет править. Я не знаю, что правил его жена, потом его сын, потом его... И если не встретит сопротивление, и если не встретит сопротивление, то будет идти дальше. Конечно, конечно. Единственная возможность для нас выжить, это сопротивление. Иначе нам придется принять правила игры и превратиться в какое-то непонятное, марионеточное, небольшое государство. Вернуться к тому состоянию, в котором мы были, когда Армению управляли Дашнаки. Знаменитые Дашнаки, которые довели ситуацию до того, что у нас оставалась территория 9 тысяч квадратных километров. История, к сожалению, имеет склонность к повторению. И нам надо зарубить себе на носу ее руки, если мы не хотим, чтобы это все повторилось. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое и вам, дорогие друзья. Напомню, что мы беседовали с Давидом Степаняном, экспертом Армянского института международных отношений и безопасности. Беседовала Гарина Аракелян. Всех благ. Продолжение следует...